здесь снимали обитаемый остров бандарчук гора которую ну как я понял называют черепахой тоже можно сесть на лодку и уплыть порыбачить от впечатляющих вокальных данных певца разбился бокал шампанским озеро здесь имеет изумрудный оттенок и Вот мы с вами вышли на набережную. Это Новосветский Лазурный берег, понимаете? Вот смотрите, вот это гора. Там находится как раз-таки знаменитая тропа Голицына. То есть до нее даже дойти вам минут 10, и вы уже вступаете на нее. Она бесплатная. Кстати, я не сказал вчера про крепость Генуэзскую. Там вход 200 рублей. Можно по периметру походить, а не заходить внутрь, если вам жалко 200 рублей. Если не жалко, заходите и смотрите все внутри. Но это стоит того, конечно, круто. Там тропа Голицына, там же грот Шаляпина, когда над вами нависает скала. Все рядом, все здесь. И вот сюда ради чего нужно приезжать. Это вот именно как раз-таки эта тропа супер красивая. Она 3 километра. И, конечно же, Генуэзская крепость. Это то, ради чего стоит сюда приезжать. Но это судак. Но ехать тут 15 минут. Тропа Голицына или Соколиная. Представляющая собой горную тропу, вырубленная на склоне горы Кобакая. Здесь же находится и грот Голицына, известный также как эстрадный грот или грот Шаляпина. Естественный грот высотой от 15 до 30 метров, который выбили морские волны в той же горе. В средние века здесь находился пещерный христианский монастырь. А спустя годы Голицынская винотека побывала и в этих пещерных стенах. Второе название, Шаляпинское, которое вы можете встретить, грот получил благодаря выступлению самого Шаляпина на каменной эстраде. В результате которой от впечатляющих вокальных данных певца разбился бокал с шампанским. Кстати, концерт здесь проходит и по сей день. Когда вы стартуете по тропе Голицына из Нового Света, вы будете проходить несколько бухт и пляжей здесь. Еще раз, протяженность ее 3 километра. Это не ровненькая трассочка. Это вдоль моря по скале, по сути, с такими перевалами. Вы будете подниматься и спускаться. Вы будете проходить несколько значимых точек. Когда вы отходите из Нового Света, в Новом Свете у нас зеленая бухта. Дальше, следующая важная точка, это грот Шаляпина. Это нависающая огромная скала над головой. Дальше вы будете подходить к синей бухте. Почему зеленая и синяя? На самом деле, я вот наблюдал, когда в светлое время яркое, когда солнце светит, то реально они переливаются с сумасшедшими цветами. Плавают медузы, скалистые породы разных цветов, от бурых до серых, таких даже красноватых. И все это на фоне красоты воды. Дальше, после синей бухты у вас идет мыс Капчик. Это вот такой вот вытянутый длинный мыс, куда, собственно говоря, идет тропа. Это, в принципе, практически финальная точка. Туда вы заходите, и, значит, с него дальше идет гора, которую, ну, как я понял, называют черепахой еще. Ну, она реально напоминает какое-то животное. Ну, да, наверное, черепаху старую какую-то с рогом на голове. Здоровенная такая мощная гора с выступающими скалами. Там же находится Царский пляж. Ну, это то есть, чтобы вы понимали, какие точки вы будете проходить. Тропа очень красивая, очень живописная. И самое главное, вот сейчас слышите, это лодки. Здесь катают на лодках разных размеров, разные вместимости и по разным ценам, соответственно. Вот нам на четверых сегодня предлагали за тысячу, за тысячу. Но всего вместимость у лодки 8 человек. То есть, как бы, 2000, 8 человек набирают, садят и вперед. Вот, но сейчас, как бы, ветрено и волны. То есть, да, подплываете вы, вы с воды смотрите на все это дело. Ну, как бы, конечно, в этом есть свой кайф, но мне, как бы, больше приходит другой вид. Вы, так, со стороны все это дело видите. Но, конечно, не пройтись по тропе, это приехать сюда и не пройтись. Ну, я думаю, что таких людей, наверное, нет. Ну, и, конечно, вы спросите меня, где взять лодку, если вдруг мы захотим. Прямо вбиваете в навигаторе тропа Голицына и прям рядом с входом вас будут ждать капитаны лодок. Они постоянно здесь. Ну, и еще здесь ходят с удочками. Значит, ребята предлагают рыбалку. Тоже можно сесть на лодку и уплыть, порыбачить. Все это есть, все это можно здесь организовать. Редактор субтитров А.Семкин Пару слов о гостинице вам расскажу. Гостиница называется Новый Свет. Это населенный пункт Новый Свет, вот где мы находимся. Гостиница тоже Новый Свет. Новый Свет, Новый Свет. Все очень просто. Гостиница неплохая. Вот территория есть. Территория, значит, что-то ремонтируется, что-то сделано стильненько, модненько. И вот даже на участке, например, столики стоят, вот показываю вам. Вот видите, тут ходишь. Территория большая. Сразу же на въезде стоят тоже такие типа столички. Ну, прикольно, как бы, кое-что стильненько достаточно. Это не там, я не знаю, пятизвездочный Four Seasons, да, или Рэдисон, Хилтон. Это Новый Свет. Но здесь есть вот стоянка для велосипеда, к примеру. Номера. В номерах мне, в принципе, все понравилось. То есть я не буду придираться. И самое главное в этом во всем, самое главное, это самая высокая гостиница здесь. И здесь есть еще несколько другого плана классных. Ну, это уже сами посмотрите, не про них. Здесь самое главное в этой гостинице, самое главное, это вид. Вот здесь офигенный балконище, просто здоровый балкон с шезлонгами сразу же, с креслами, столиками. И я думаю, что в летний период с бокальчиком чего-нибудь проводить с великолепнейшим видом окна от пола до потолка. Вы будете, определенно будете проводить там время. Что касается завтраков, мне тоже все устраивает, хорошие завтраки. Сейчас был не шведский стол, а было сервировали, потому что народу не много, не сезон. Минусы в межсезоне. Я не знаю, будет ли так в сезон, но мне говорят, что не будет. Вот спортзал, есть спортзал, да? Но этот спортзал работает с трех часов дня. Я встал в семь и говорю, ребята, как пойти пройти спортзал? Они говорят, он откроется только в три, понимаете? Я им говорю, а почему в три? Ну, у нас там типа тренеры, я говорю, ну, вы понимаете, тренер, у вас же там не ворд-класс какой-то, понимаете? Вот просто спортзалчик при гостинице. Откройте его все время, пусть будет открыт. Ну, ладно, как бы не ночью. Ну, хотя бы, блин, с шести-семи утра это можно сделать. Но нет, но нет. Это минус большой. Здесь, кстати, они знаете, что пилят? Они пилят, потому что здесь вот, к примеру, зеленый красивый какой помост. Ну, это сто процентов, здесь будут какие-то столики, сцены, что-то стоять. Вот там тоже они пилят, они делают на всяких разных крышах, как типа летних веранд, террас. Короче, будет красиво потом. Территория большая. Вот я сейчас все время с вами пока говорю, иду по территории. Старенькие клумбочки, советские такие лавочки. То есть, ну, видно, что гостиница меняется, меняется в лучшую сторону. Но еще присутствует вот этот вот советское послевкусие. Насчет паркинга. Здесь еще пару слов. Они говорят паркинг, и там вроде как какая-то денежка за это еще сверху берется. Но при всем при этом, паркингом, ну, я не могу это назвать, потому что это просто заезд на задний двор, причем корявый, с корявыми воротами. Ты должен звонить, чтобы они тебе открыли. Ты стоишь, ждешь, пока тебя откроют. Он очень маленький. Если там несколько машин, тебе нужно вот так вот, не пойми, как разворачиваться, там пытаться выехать. Это не полноценный паркинг, задний двор, на котором сейчас идут какие-то строительные, ремонтные работы. Ну, то есть, я просто в итоге, я заплатил за паркинг. В итоге ставлю машину не на вот этом внутреннем паркинге, а перед зданием. Бросаю. Вот, что здесь как бы свободно на дороге кинул машину, и все. Дальше, ребята, тоже из минусов. Рестораны, кафе, закрыто все. Что для меня удивительно сейчас, на данный момент, то, что это место, это в принципе может быть всесезонным курортом, потому что здесь ноябрь, видите, толстовочка. Обещают сегодня плюс 10, завтра плюс 12. Гуляй, наслаждайся, кайфуй, не обязательно же все время лежать, как рак на пляже, понимаете? Но при этом народу мало, народ у нас не едет в такое время, а мне непонятно почему. Особенно сейчас на удаленке все вот эти, пожалуйста, приезжайте на удаленке. Тут ценник сейчас ниже в два раза, чем летом, за все. Закрыты кафе, рестораны, там работают где-то одиночная кофейня, до которой нужно ехать. Работает там вот здесь пару ресторанов, и ту пару один вообще по сути. А здесь в нашем гостиничном комплексе, если хочешь покушать, нужно заранее заказывать. То есть ты заранее заказываешь, и тебе делают комплексный ужин. То есть ты там выбрал себе что-то, тебе сделали. И, соответственно, так как заведений мало работает, то нужно желательно звонить и бронировать себе столик. Потому что, может быть, мы тут в ресторан вино и рыба. Ребята, кстати, если вы будете здесь, вино и рыба. Он небольшой очень, но кормят очень-очень хорошо. Мы встречались с ситуациями, когда люди приходили и им говорили, что нет мест. Ну и нужно сидеть, ждать, скажем так. А еще что мне понравилось здесь, я, правда, не ходил. Здесь есть свой кинотеатр небольшой, и четыре раза в день показывают фильмы. В любой поездке есть супер важное правило, которое никогда не должно нарушаться. Бери столько вещей, сколько можешь унести. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ну а если вы любители недостроев, курортов, только недостроенных, значит, смотрите, какой есть объект. Очень серьезный объект, я вам скажу. Вот этот недострой, это санаторий, который строился еще в 90-х. И он один из крупнейших недостроев Крыма. Строил его Новолипецкий металлургический комбинат. Чем еще применчательен этот объект? Здесь снимали обитаемый остров Бондарчук. Здесь снимали, мне сказали, местные, 9-ю роту. А сейчас на заборе написано, продаю. Он продается, но я могу представить, что он продается очень давно. Здесь есть еще какой-то санаторийчик рядом. Здесь есть поселение Морское называется. Здесь, по сути, это практически необитаемым пляжем, это называть нельзя. Здесь есть какие-то люди. Но место очень такое энергетически мощное. Не просто так, здесь, наверное, выбрали место когда-то 30 лет назад под строительство вот этого санатория. Ну вот видите, как это все дело закончилось. Значит, где он находится? Если вы путешествуете, вот где генуэзская крепость в Судаке, Судак, Новый Свет. Оттуда, если вы езжаете и едете по дороге в сторону Алушты. Едете по набережной. Потому что есть другая дорога в сторону Симферополя. И здесь, ну вы не пропустите. Ближайшее поселение Морское. Я не знаю, поселок это или что-то. Ну я его не заметил. Симферополя И следующая точка на нашем маршруте это озеро Панагия. И здесь поселок, который называется Зеленогорье. Мне немножко не повезло с погодой. Ну точнее, как бы все красиво, но не хватает солнца здесь. Было бы яркое солнце и яркое небо. Краски, конечно, были бы сумасшедшие. Я думаю, что это озеро подсвечивалось бы каким-то невероятным цветом. Но пока немножко серовато. Но тем не менее, тем не менее, место просто очень фантастическое. Конечно, у меня уже дети устали за мной бегать. Потому что приходится же по всем этим ступенькам, подъемам, горкам подниматься, спускаться. Ну я их бросил на произвол судьбы. Пускай там сами разбираются себе, правильно? Наше дело-то что? Наше дело главное снять. Правильно. Главное, чтобы было все красиво. А как они там сами себе разберутся? Взрослые люди уже. Мне говорили обязательно покушать местных чебуреков с брынзой. В общем, всяких разных. К сожалению, ребята, не работают они сейчас. Не работают. Вот бабушка мне сказала, что карантин. А, на карантине. Все. Так, ребята, у нас здесь на маршруте что? Выпечка, сок, домашний виноградный. Мед свежий. Пойдем дальше. Ярмарка. Ярмарка вкусняшек. Значит, брылочка стоит. Чубан. Кулея. Он мне пробул. Пробул. Немножечко. Так, ребята, у нас на маршруте есть препятствия. Отходим препятствия. Отходим препятствия. Для тех, кто решил провести время в Крыму, рекомендуется к посещению горное озеро Панагия в селе Зеленогорье. Название села уже само говорит за себя. Озеро здесь имеет изумрудный оттенок, что так привлекает туристов, любителей поселфиться. Отмечают также и некие магические свойства озера. Христиане верят, что оно охраняется богом и находится под покровительством Девы Марии. А оккультисты зовут его местом силы. С высоты птичьего полета озеро напоминает очень большую запятую. Так или иначе, день, проведенный у озера, в самом деле способен зарядить энергией на долгое время. Летом здесь разрешено купаться и даже прыгать с тарзанки. Однако вода здесь все равно достаточно холодная из-за ледяных ключей. Ведь озеро по своему происхождению является ледниковым. Но в 500 метрах от озера начинается маршрут по водопадам Зеленогорья. Гуляя здесь, себя можно почувствовать героем Властелина Кольца или Варкрафта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok